В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Эрнест Бавшин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Ни один вопрос не останется без ответа. 3 декабря в городе пройдет муниципальный день приема граждан. В интернете дешевле. Активных пользователей портала Госуслуг с нового года ждет приятный сюрприз. Приличная скидка на оплату госпошлин. Подари надежду. В преддверии Международного дня инвалидов Муравленко стартовала благотворительная акция. Теперь об этих и других событиях более подробно. Вопросы этноконфессиональной политики обсудили на окружном совете под председательством губернатора Дмитрия Кобылкина. В заседании приняли участие глава города Александр Подорога, его заместитель Хизри Алхаматов и представители городской общественности. По словам главы региона, ежегодно в округ приезжает порядка 100 тысяч иностранных граждан. Многие из них не работают, незаконно занимают жилые помещения и не всегда соблюдают российское законодательство. А поскольку Ямал регион стратегический, контроль за этими гражданами должен быть усилен. В свою очередь, директор департамента внутренней политики Сергей Клементьев в своем докладе отметил, что на Ямале продолжают работать тоталитарные секты. Все чаще они уходят в места традиционного проживания коренных народов. Борьба с радикальными взглядами ведется по всем фронтам. Идет работа в школах, а также выделяется грантовая поддержка религиозным организациям. 24 ноября губернатор Дмитрий Кобылкин представит ежегодный доклад о положении дел в регионе и перспективах развития. Глава Арктического региона подведет итоги работы правительства и обозначит задачи, которые предстоит решать на всех уровнях. По сути, цель у них одна – нарастить положительную динамику развития всех отраслей, сделать жизнь ямальцев комфортной. В 2016-м есть очевидные результаты. Продолжит Марина Михедова. Сегодня на Ямале реализуется 20 значимых для стран и проектов. Было время, их актуальность отрицали даже опытные политики. Сейчас их значимость понятна всем без исключения. Среди важнейших – Северный широтный ход и морской порт Сабетта. Ямал сегодняшний – это стартовая площадка для реализации стратегии развития арктической зоны России, утвержденной президентом страны. Проекты, которые реализуются на Ямале, с уверенностью можно отнести к локомотивам российской экономики. Расставляя приоритеты, регион выбирает сохранение уровня жизни каждого ямальца. Одна из основных задач послания губернатора прошлого года – совершенствование ямальской системы здравоохранения. Вместе с жителями округа в 2016-м сформирована стратегия ее развития. Документ предусматривает реализацию мероприятий до 2020 года. Но результаты уже очевидны сегодня. Открытие крупных медицинских центров – один перинатальный центр в Ноябрьске, чего стоит. Вы за свои деньги построили такой перинатальный центр, что мы вот сейчас думаем, что это будет лучший центр в стране. Он соответствует именно европейскому уровню. На модернизацию материально-технической базы больницы поликлинику округа было выделено 500 миллионов рублей. Материальную помощь в размере 32 миллионов получила и Муравленковская больница. На эти средства удалось обновить оборудование в нескольких отделениях. Это большой рентгеновский аппарат, который у нас сейчас монтируется в хирургическом отделении. А там же поступили в хирургическое отделение – это палатный рентгеновский аппарат, передвижной, мобильный. И поступил аппарат, который называется «Ц-дуга». Это такой комплекс, который позволяет делать снимки в различных, так сказать, проекциях. В этом году Ямал впервые опробовал в действии новую систему накопления средств на капитальный ремонт. В Муравленко отремонтировано 6 домов, а жители деревяшек и вовсе освободили от уплаты взносов. Причем с момента обозначения задачи до ее исполнения прошло всего несколько месяцев. Если быть точнее, с ноября по январь. Решение проблемы по расселению ветхого и аварийного жилья не просто стоит на первом месте у ямальского правительства. Буквально подчеркнуто красным цветом. В ближайшие годы все ветхие дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, должны быть расселены. В Муравленко с задачей справились. В этом году мы набрали высокие темпы переселения. Что касается домов, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, то таких домов у нас было в свое время расселено два дома. Эти дома были расселены с опережением значительных сроков. В 2015 году они были полностью расселены. Продолжается в округе и строительство социальных объектов, культурно-спортивных центров, школ и детских садов. Нам удалось сформировать современную инфраструктуру образования. Если в 2010 году половина учреждений образования размещалась в деревянных строениях, то сейчас три четверти зданий в капитальном исполнении. Сегодня охват образовательных услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 94%. К Новому году мы планируем полностью удовлетворить эту потребность. Доля школьников, охваченных современными условиями обучения, достигла 100%, что вывело округ в лидеры среди субъектов Российской Федерации. Что станет ключевыми темами доклада губернатора в этом году, узнаем завтра. Дмитрий Кобылкин представит послание законодательному собранию и общественности в 11 часов. Телеканал «Ямал. Регион» будет транслировать его в прямом эфире. Марина Михедова, Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». К другим темам. Муниципальный день приема граждан состоится у «Муравленко» 3 декабря. Для горожан это хорошая возможность озвучить свою проблему или получить ответ на острый вопрос. Причем в одно время и в одном месте. 3 декабря в 14 часов в Доме культуры Украины с муравленковцами пообщаются глава города Александр Подорога, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, городской больницы, пенсионного фонда, центра занятости, полиции и прокуратуры. Если вы столкнулись с трудностями в решении своих вопросов, волокитой или несправедливостью, не молчите. Проблему необходимо вовремя решать. Отличительная черта муниципального дня приема в том, что он пройдет с привлечением руководителей практически всех ведомств. Это позволит оперативно отреагировать на ситуации заявителей. Первая практика состоялась 14 сентября. Прошел первый муниципальный день приема граждан на базе городской больницы. И как показало, что эта форма общения с жителями города очень эффективная. И конкретно на месте можно решить практически любой вопрос. И в администрации города принято решение о ежеквартальном проведении муниципальных дней приема граждан. Обращение каждого заявителя будет рассматриваться индивидуально. У вас будет возможность выбора адресовать свой вопрос конкретному должностному лицу. Помимо работы с обращениями, жителям города помогут подключиться к порталу государственных услуг и детально разобраться в полезности ресурса. Напомню, муниципальный день приема граждан состоится 3 декабря с 14 до 17 часов в Доме культуры Украина. А в эти дни местное отделение партии «Единая Россия» проводит декаду приема граждан по личным вопросам. Ежедневно и вплоть до 1 декабря жители могут обратиться к депутатам городской думы и руководителям структурных подразделений администрации в приемной партии «Единая Россия». Форма приема граждан немного изменена. Она проходит в формате тематических встреч. Так, накануне на вопросы горожан отвечали депутат Наталья Трегубова и начальник управления социальной защиты населения Елена Дианова. По каждому обращению даны разъяснения. Активных пользователей портала «Госуслуг» с нового года ждет приятный сюрприз – приличная скидка на оплату госпошлин. И получать госуслуги в электронном виде становится не только удобнее, но и выгоднее. Кстати, первое преимущество оценили многие. Сегодня на «Едином портале Госуслуг» зарегистрировано более 30 миллионов россиян, рассказывает Татьяна Бойко. С нового года пользователям «Единого портала» будет предоставлена льгота при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. Треть органов исполнительной власти получит право снижать размер таких платежей на 30% для тех граждан, которые подали заявление в электронном виде. Соответствующие поправки в налоговый кодекс уже одобрены Госдумой. Подешевеют особенно популярные у населения услуги, к примеру, оформление заграничного паспорта. Учитывать, что у нас загранпаспорта в основном оформляют люди сразу на всю семью, то есть если учесть, что сейчас самой популярной услугой по получению загранпаспорта является оформление паспортов нового поколения с электронным содержателем, с электронным носителем информации, и госуслуга эта оценивается в 3,5 тысячи, если речь будет идти о 30% снижении государственной послины, то какая-то экономия для семьи. А вот заказать справку или выписку в электронном виде, подать заявление на регистрацию прав, связанных с недвижимостью, в Росреестре экономически выгодно уже сейчас. Но здесь главным условием является наличие электронной подписи. Чем удобна подача электронных документов? Во-первых, сокращается срок регистрации. Он установлен законодательно с 10 рабочих дней до 7 рабочих дней. Это касается документов, которые вы подаете на регистрацию прав именно по недвижимости. Также удобно тем, что уменьшается цена вопроса. Она составляет 70% от стоимости от госпошлины, которая установлена налоговым законодательством. Вадим Мехков на сайте Госуслуг зарегистрировался полтора года назад. Преимущества портала оценил сразу. Это и экономия личного времени, отсутствие очередей, доступность к сайту в любое время суток. А теперь к этому списку можно добавить и материальную выгоду. Активные пользователи портала Госуслуг не перестают удивляться его возможностям, которые расширяются постоянно. Я, например, накопительная часть пенсии у меня находится в госфонде. И я недавно запросил отчет по накоплению. То есть быстро пришел отчет, и я знаю, сколько у меня уже накоплено денег в пенсионном фонде. Также постоянно просматриваю сетевой город, так как нет дневников сейчас бумажных, просматриваю сетевой город, дневник в электронном виде у дочери. Регистрация на портале Госуслуг не занимает много времени. Мы провели небольшой эксперимент. Заходим на официальный сайт, вводим личные данные. На это тратим чуть больше минуты. Далее отправляемся в многофункциональный центр, чтобы подтвердить свою личность. На это уходит без малого 10 минут. С учетом дороги вы потеряете не более 30-40 минут. Но в будущем вы будете тратить гораздо меньше времени, чтобы, к примеру, заплатить налоги, рассчитаться за коммунальные услуги или оплатить штраф. Все это можно сделать, не выходя из дома или офиса, не простаивая часами в очередях. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». В преддверии Международного дня инвалидов в городе стартовала благотворительная акция «Подари надежду». Любой житель, а также предприятия, организации и учреждения могут принять участие в сборе средств для оказания материальной помощи инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными физическими возможностями. Юридические лица могут заключить с Управлением социальной защиты населения специальный договор, а физические – воспользоваться номером счета. Он сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Эти денежные средства идут именно на реабилитацию, на какое-то дополнительное лечение, на восстановительное лечение. Эти благотворительные средства очень и очень нам здорово помогают. Если смотреть, допустим, по 2015 году, то есть наш результат оказания помощи, в 2015 году у нас была оказана помощь 34 гражданам с ограниченными возможностями здоровья на очень, я считаю, весомую сумму – 319 с лишним тысяч рублей и 11 семьям, имеющих детей инвалидов. Принять участие в акции можно будет и 27 ноября. В Доме культуры Украины установят специальный короб для сбора денежных средств. Это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты телерадиокомпании «Муравленко ТВ». Видеоверсия информационных выпусков доступна на нашем сайте. Смотрите нас не только в телеэфире, но и в интернете в любое удобное для вас время. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. В студии работал Эрнест Бавшин. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь.